Так, еврей пришел. Блогер! Блогер я! Есть будрака и будет охуенный видосик, блядь, честно говорю. Че, Коль? Либо хайпанем вместе, либо че, либо будем нигердомать. Редко каких блогеров показывают по телевизору. Вот нас иногда показывают на телеканале ОТВ в новостных репортажах, которые, кстати, делает телевизионное агентство Урала во главе с Иннокентием Шереметом. Их, кстати, репортажи порой набирают больше просмотров, чем наши видео. Ну ебаный стыд! Казалось бы, какого черта, но тем не менее, благодаря такому репортажу к нам обратилась девушка, которая сказала, что ее кинули в агентстве недвижимости. Она заплатила там за услугу, но она не получила этой услуги и ей не хотели возвращать деньги. Ну, соответственно, мы с ней пошли разбираться. Вам придет смс с номером телефона собственника и с адресом. Так. И все. В итоге не смс. А, в час должна была быть встреча. Встречи этой, конечно же, не было в час. И все. А вы зачем туда? Месяц заканчивается, ни квартира, ни денег. О, ребята, можно вас? А мы с вами. И вот, пока мы стояли в бизнес-центре, где эта контора вся располагается, мы случайно на лестнице встретили ребят, которые тоже туда шли, тоже разбираться. Ну и, собственно, мы все вместе пошли в офис. И знаете, чего оказалось? Это то же самое агентство Инком, в которое мы ходили год назад и из которого нас выкинули в одном из прошлых видосов. Надо же, бывает же совпадение, а? Сука. Здравствуйте. Здрасте. Молодые люди. Пообщаться. Мы к вам пришли. Поговорить с вами. Заходим мы туда, а там сидят парни, которых зовут Витя и Коля. Лёлик и Болик. Сига, как у вас жарко. Вот еще, молодые люди. Как жарко здесь у вас. В ванне там сидите. Ребята тоже пришли к вам с вопросами, с претензиями. Не квартиры, блядь, и денег. А нужна была именно одна, один и тот же коттедж или одна квартира. Ребят, вот как вы мне это объясните? А вот, привет, а мы именно далеко. Кто-то из Карелии пришел. Так. Еврей пришел. Еврей пришел, Карелии пришел. Приходи, не знаю, что делать. Приходите с нами пообщаться, мы нуждаемся в общении. Вот этот офис был абсолютно пустой. Там просто стояли столы, стулья. И на столах этих были компы, в которых и работали там ребята. И все. А у Коли, кстати, был хороший комп. Я бы на таком поиграл в красаут. В красаут? В красаут, да. Ты не играл? Нет. Слушай, я даже жалею порой то, что я продал свой виндовый компьютер и купил Mac, потому что я на нем в красаут не могу поиграть. Это бесплатная онлайн игра. Экшен очень брутальный, в которой из сотен деталей ты собираешь свою машину смерти. Вон, смотрите, я сколько уже собрал. О! Все машины смерти я собрал. Я. Мало того, что играешь там в моем любимом суровом постапокалиптическом мире, где ты мастеришь танк, юрки багги или пылающую колесницу. Не отказывай себе ни в чем. Ты можешь обвесить свое творение чем угодно, начиная от классических цепных пил и заканчивая огромными лазерными пушками. Вон, как вот у той вот тачки тоже лазерная пушка стоит, а вот у этой цепная пила. Огромный выбор красок, наклеек и трофеев придает тачке уникальный вид. Доминируй в пустошах. По миру разбросаны режимы и задания. Участвуй в яростных сватках с другими игроками. Проходи захватывающие рейды с друзьями, рвись к олимпу недавно добавленной королевской битвы и побеждай исполинских левиафанов. Кстати, найденные на просторах пустошей детали можно не только использовать для улучшения машины, но и продавать на внутриигровом рынке. Качай Кроссоут бесплатно по ссылке в описании и получай топовые бонусы. Чего? В смысле чего пришел? Тебя поснимать пришел? Себя поснимай. И себя поснимаю, и тебя поснимаю. Прямо сейчас я спрашиваю. У тебя молодой человек задал вопрос. Почему в телефоне ты сидишь? Ну не важно. Ну так общайтесь, он ждет от тебя вопрос, а ты сидишь в телефоне. Это нормально вообще? Нет? Вы не помните о чем? Что есть коттеджи, есть квартиры, да? Да, смотрите. И где коттеджи-то эти? Их нет в итоге получается, да? Ну смотрите, всякое бывает. Если, допустим, не пришли данные девушки, то что пока так не пришли. А даже если пришли, Виктор, реально коттедж это есть или нет? Нету этого коттеджа. Нету. Я специально съездила на Уралмаш, я объездила. Там нету вообще этого коттеджа, не существует такого. Ну то есть вы понимаете, с чего это все растет, да? На сайт выкладывается несуществующее объявление. Красивые фотографии, приятная цена. Люди клюют именно на это объявление. Они приходят в это агентство и заключают договор. А в итоге объекта-то самого нет, и люди ничего не получают. Мы даже сейчас не говорим о том, существует это жилье или нет. Даже адреса просто не дали. Девушка отдала деньги, она вообще ничего не получила. Ребята пришли. Десять дней ходят. Ребята почему десять дней ходят? И что дальше? Какие действия с вашей стороны? Какой ответ на это заявление? Когда писали заявление? Я десять дней назад писал. А десять дней назад писал. Я не иду ради них, я ради принципа иду. Молчит еще Коля. Почему, Коля, молчишь? С вами я не обязан разговаривать. Не обязан? Мы хотим общаться. Я с вами нет. Почему? Мы считаем, что ты наебал человека. Во-первых. Прямо говори. А ты ему не переходил. Прямо говорю, Коля. Наебал человека. Ты. Ты мошенник? Ты мошенник? На диктофоне то все ездят. Ты вместе с братом сбежал. Почему ты когда приехал мой муж? Скажи правду. Я начал по-другому. Скажи правду. Как услышишь, Коля, тебе объяснишь? Что ты его позвать? Десять дней люди ходят. Где коттедж? Где квартира? Где деньги, Коля? Коля, где деньги? Ну смотри, сука, молчит, блядь. Ничего не говори. Ну как так вот? Обманываешься? Почему ты не работаешь грузчиком, официантом, продавцом не работаешь? Ты что здесь сидишь? Объясни мне. Да, информационное агентство. Да. Значит, что получается? Чистая информация? Конечно. Чистая пиздоболы получается? Не, ну у меня там вообще информацию случайно никакой не предоставили. Объясни мне, прав я или не прав, что ты вот здесь что-то поднесешь в бумаге. Ты на еду ваша счета? Прав я или не прав? Объясни мне. А? Объясни мне почему. Вот если я сейчас ору, вот тому я правильно ору или я вот ошибаюсь? А? Я с вами вообще не верю. Пообщайся со мной. Я прошу тебя, пообщайся со мной. Аргументы должен мне объяснить. Я с вами не буду разговаривать. Мы пришли как представители ваших клиентов, которые ждут своих денег. У вас доверенности есть? Да, есть. Да, покажите. А ты кто такой, чтобы мы тебе их показывали? Ты кто такой, чтобы... Блогер! Блогер я! Понял? Я блогер! Я решил общаться с вами. Хочу общаться с вами. Хочу общаться с вами. Шутка не зашла что-то. Весело. Да не шутка. Большие деньги уголовное дело, что вы лечите на пищу по тому. Я нет, я нет. Ни хуя нет. Ни хуя нет. Несколько человек. Даже она не одна. А еще есть мужчина, который не смог приехать. Нас очень много. И вот сейчас вы почему-то по другому взяли. Давайте смущайтесь. Пожалуйста. Мы послушаем. Мне не нужно общаться с вами. Мне не нужно общаться с вами. Мне нужно общаться с мошенниками. Мне нужны мои деньги. Все. И на расчет счет. Я давала вам наличные средства. Так? Так. Касательно этого вопроса я с вами и хотел поговорить в моей присутствии вот этих товарищей. Почему? Я без них не понимаю. Вы здесь знаете, Сколя. Вы смущаетесь. Почему? В чем вопрос-то? Вопрос-то просто в возврате денег и все. Что такого-то тут? Просто вернуть всем деньги и все. Все. Что тут такого? Да или нет? Если нет, по каким причинам? Если да, то когда все. Какой может быть еще разговор? Так. Девушки помогли заявление на возврат составить. Пусть ожидают. Там все указано. Ну вот 10 дней. Ну у нас время прошло. Вот у ребят прошло время. 11 дней. Где деньги? 10 дней. Как говорится, где деньги все? Мне нужны мои деньги сейчас по правам потребителей. Вообще могу в этот же день деньги получить. Вот я с тобой пришел пообщаться. Лично с тобой. А ты почему? Не нравлюсь и все. Ты так всем клиентам говоришь, которые приходят? Может я хотел, а я встретил в коридоре ребят, которые мне сказали, что их кинули. Я рад за тебя. И я пришел и такой вот нихуя себе. То есть ты меня кинуть хотел сейчас? Я рад за тебя. Ты меня кинуть сейчас хотел получается? Я рад за тебя. Кинуть. Не бля, с ним разговаривают, он сидит в телефончике. Ты че? У тебя телефон забрать что ли? Или че? Телефон забрать хоть. А че ты? Мы с тобой... Люди с тобой бес... Блядь, смотри сколько народа пришло. С тобой беседуют. Вот этот вот Коля, он занял самую тупую позицию. Он просто сидел и молчал, когда с ним разговаривали. Это как минимум проявление неуважения. То есть не просто неуважение к нам, а неуважение к своим клиентам, к своей работе и вообще к людям. Эдакий он 19-летний пафосный модник с золотыми перснями. Вот ты бы стал носить золотые персни в свои 19 лет? Это че, понт что ли какой-то? Или че? Мало того, что он ходит с прической из барбера, еще и учится в нашем местном топовом универе. Так он еще и в твиттер пишет стихи о любви. Фу, Коля, нехорошо быть таким. Не советую тебе быть таким, как Коля. Вот я не хочу таким стать. А может он голубой? Может быть. Кто старше вас, кто за это отвечает? Давайте, вызывайте. По договору мы все оказываем. Что оказано? Мне не пришла смс никакая. Что оказано? Ни одной смс не было. Этого КТ еще не существует. Ты че не врешь, ты стоишь? Повышайте меня голос, пожалуйста. Я сам спокойно разговариваю. Я имею право. Делаю, что хочу. Понятно. Повышать голос. Все. Мне кажется, вот так вот наебывать точно некрасиво. Девочку с двумя детьми красиво обманывают. А молодых ребят, которые только в город приехали, хорошо обманывают. А мужчину, который только с севера приехал, у нее последние деньги были. Хорошо обманывать? Вам не стыдно самим? Нам стыдно. Мы его обманываем. Вот он признался. У меня есть это на дисфоте. Так что вам, молодой человек, лучше вообще не есть. Это все равно все пойдет против вас. Блин, ты мужчина или ты холостокливый? Ты же мужчина, Николай. Мы с тобой общаемся? Так ты, блядь, общайся. Я не общаюсь. Я не общаюсь. Не общаюсь со мной? Я не общаюсь. А если в ебате переспросить? Попробуй. И что будет дальше? Ну, встанет. Будет тоже. Что дальше будет, скажи мне? Ты будешь общаться с нами? Так я с тобой в любом случае общаться не буду. В любом случае, да? То есть я тебе сейчас бью с ноги и как бы и похуй. Ты все равно, ты все равно, ты язык в жопу засовываешь и молчишь дальше что ли? Сядешь, значит. Я сяду? Сядешь. Куда я сяду? Тюрьму. То есть в любом случае, ты со мной не будешь общаться, да? Да, я не буду общаться. 99% не сядет. Не сядет? Больше никаких контактов. Точно не сяду, прям. Ну все. Ну ты как-то вот общается с людьми спокойно, что-то адекватное, пытается нам-то помочь. А этому похуй, Коля. В телефоне, блядь, сиди ты или все? Я буду молчать. Меня будут пиздить, я буду молчать, блядь. И сейчас я Колей уебу. Обе зовут милицию, обычно у меня заявление за побои. Либо нет. Либо он не должен свидетельствовать. Меня тоже уебет, есть будрака и будет охуенный видосик, блядь, честно говорю. Да, нормально, нормально так. Столько лайков. Лайки будут. Ты че, Коль? Либо хайпанем вместе, либо че? Либо будет мне еда ваш. Я вот, я тебе пиздобол, ты меня посмотри, а посмотри, что я пиздобол, что я пиздобол. Что я пришел здесь, вот и хуюсь в лесу всяк. Я дебил. А посмотри, что я дебил. Что я эту придурок. Ты пришел бы тебя, ну, что-то мне делать нехуй мне. Борать мне негде. А ты кто? Блогер! Блогер я! Какой блогер? Местный блогер я! Как тебя зовут блогер? Евгений меня зовут, Виктор. Блогер я местный, блядь. Что, пойдем, ты сделаешь для меня желтый сад, я и ебил. А блогер Евгений, кто ты, как тебя найти за блогер Евгений? ЕВГ. ЕВГ. Женачка, ТВ, Женачка, брат. Слушай, мы пришли не про Ютуб говорить сейчас вообще. Это не важно, это наше творчество. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии. И тебя увидишь скоро, вот, через неделю. Все график будет. Что делать-то будем, ребята? Так что история-то будет очень интересная и долгая с вами. Раз мы занялись с вами, значит у нас есть к этому интерес. Вы такие, что какой итог, друзья? Какой итог в этом все? Никакого итога нет. Коля промолчал все видео, я поговорил. Хули я сюда орал стоял? Чего я добился? Никто я не добился. Ладно, ребята, я вас не буду мучить длинным видео, оно и так там затянулось. Мы там находились в общей сложности полтора часа и первые сорок минут мы только спрашивали у Коли. Коля, почему ты с нами не говоришь? И там вообще ничего толкового не происходило. По делу ничего не происходило. Хоть там было забавных гэгов, моментов дофига, но по делу ничего не было. Так что бацай лайк рыжему от души, чтобы я хоть где-то душу увидел хоть в ваших лайках. 10 тысяч лайков, как только будут, сразу выходит продолжение. И в конце мы уже узнаем, стал ли я таким как Коля, вернули ли пострадавшим деньги и кого увезла полиция в Бобике. Так что, ребята, как только 10 тысяч лайков, сразу выходит продолжение. Не забывайте подписываться на наши инстаграмы. С вами был Жека, это еврей, который был за кадром. И никогда не попадайтесь на уловки мошенников. А не то вот мне за вас реально будет стыдно, как вот за этого вот Колю. Которым я очень не хочу стать. Всем пока. Самое интересное. Так, выключай камеру. Камеру выключай, нахуй. Камеру выключай, нахуй. Я сказал камеру выключай. Все, вон, пизда, пизда столу. Как будешь наебывать Коля? Ну ебать, не на чем будет, Коля. Не на чем наебывать, стол сломан, блядь. Ну ебать, картина, смотри, блядь.